Всем всего. Хотелось бы напомнить, что у меня также есть канал в Телеграм, Дзен, Рутуб и ВК, поэтому переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. Наконец-то вышла первая DLC для Atomic Heart. Я обычно не делаю обзоры, поэтому это будет не совсем обзор этого платного контента, скорее просто мнение, и в целом рассмотрим, получилось ли у авторов сделать шаг вперед по сравнению с оригинальной игрой. Однако стоит отметить, что это DLC вызвало немало шума. Такой ажиотаж вокруг DLC происходит не так уж и часто. Например, это происходило с Ведьмаком, происходит сейчас с Киберпанком, происходило с Моровиндом и Скайримом. В общем, такой хайп редкость для DLC. Грент Скофилд наверняка сейчас где-то кусает локти из-за того, что DLC для его игры никому не нужно было, как и сама игра. Я сейчас говорю про количество протокол. Но ажиотаж не всегда равно качество или же успех проекта, поэтому сегодня мы и рассмотрим это DLC. Если вы еще не проходили DLC, то возвращайтесь к этому ролику после прохождения. А если у вас еще не куплено DLC и вы пытаетесь его как-то приобрести, то для вас есть отличный вариант – торговая площадка GGSell. Поскольку это торговая площадка, а значит там множество продавцов, то им приходится конкурировать между собой и они снижают цену насколько только могут. И как следствие, DLC для атомного сердца можно приобрести за очень вкусную цену. Но если вам кажется, что цена высока по какой-то непонятной мне причине или же вы хотите пройти один раз игру, пройти DLC и забыть, то тут есть возможность аренды аккаунта, как раз таки с этим DLC, за какие-то уж совсем символические деньги. Ну, например, в VK Play вместе с DLC игра вам обойдется более 2000 рублей, а тут аренда аккаунта может обойтись всего лишь 148 рублей. Разницу, думаю, объяснять не нужно. Но и помимо атомного сердца тут есть много чего. Выбор просто колоссальный. От разных программ по типу VPN-ов до игр по типу Baldur's Gate 3, Mortal Kombat 1, Diablo 4 и так далее. Также здесь работает отличная поддержка и переживать за свою покупку не стоит. Ведь площадка GGSell замораживает средства сначала на своем счету и продавец их не получит, пока не будет 100% гарантии, что товар вы получили и он соответствует описанию. А чтобы вам было проще ориентироваться в множестве продавцов, тут имеются отзывы о них. Прочитав их, вам станет очевидно, какой продавец качественно работает, а какой не очень. GGSell поможет вам найти то, что вы ищите и при этом по самым низким ценам. Ссылка на marketplace в описании. Переходите и закупайтесь. Первое, что хотелось бы задеть, это, к сожалению, политика. Я не знаю, как разработчики умудряются сидеть на двух стульях так долго, но пока это у них получается очень хорошо. В нашем больном мире невозможно делать игру про пусть и альтернативную версию, но все же про СССР, при этом никого не обидев. Казалось бы, мир вымышленный и люди не должны обижаться, искать грязь на СССР или же наоборот искать его прославление. Чего вы докопались? Это альтернативная реальность! Но нет, наш мир, повторюсь, больной и с этим приходится считаться. И вот оригинальная игра прошла по краю. Конечно, были крики с обеих сторон, мол, СССР тут показан слишком хорошо, и другие, мол, тут сплошная грязь. Но все это развеялось, как только вышла книга, которая насквозь помоет альтернативную версию Советского Союза. Но и тут вышли люди, которые начали защищать авторов. Мол, посмотрите, кто написал эту книгу. И кто же? Харальд Хорф. Кто это? А вот именно что не ясно. Или это какой-то псевдоним, или же вообще это первая книга этого автора. Я начал копать в интернете, но потом понял, что смысла это не имеет. И прекратил поиски. И вот, люди начали готовиться к этому DLC после прочтения книги, и такие, о, сейчас навалят политику и обосрут СССР еще сильней. А тут бам, и вроде все не так уж и плохо. Я не читал все груши, извините, но в основной истории грязи я не заметил. Или же я настолько уже к ней привык, что даже в голове ничего не щелкнул, когда я с ней столкнулся. При этом и просвещения Советов тоже нет. Ну а главное, что делает эта DLC, так это то, что самая скучная концовка, по мнению большинства, да и в целом она объективно скучная, но которая лично мне больше всего нравится, она вроде как выбрана каноном. То есть главный герой посылает Храза и тещу куда подальше и уходит. Однако расслабляться рано. Возможно это очередной сон собаки, сон героя перед его смертью. Что, конечно же, вряд ли, но от этих авторов можно много чего ожидать. Но, тем не менее, было приятно снова услышать волшебника, он же Сеченов. И даже не просто слышать, а видеть его заботу по отношению к П3. И то, что он наконец-таки сам сказал правду. Авторы игры до сих пор умудряются делать все крайне аккуратно, если мы, конечно же, не берем книгу в расчет. И поверьте, сделать игру на тему, пусть и альтернативного, но все-таки СССР, задача, ой, какая непростая. Одни требуют показатели прессий и издевательства, другие требуют адекватной подачи материала. В общем, сложно. Но даже в DLC авторы, по моему мнению, справились. Персонажи, вот с ними они как-то справились не очень. Я бы, может быть, даже сказал, что с ними все хорошо, но... Вот, Лебедев. Вроде прикольный персонаж, но при этом относительно нейтральный. Он не вызывает как негатива, так и симпатии. В то же время, Баба Зина превратилась в какую-то тупую истеричку, которая не способна даже подумать о том, что происходит с главным героем. Например, она герой прямо говорит о том, что он предатель. Мол, он предал Элеонору, как и Катю, как и Бабу Зину, их раза до этого. Но бывает, что она использует очень странную формулировку. Цитата. Опять предал своего хозяина. Конец цитаты. Можно было бы сослаться на то, что она имеет в виду волшебника, но в той же скучной концовке П3 его вроде как не предает. В общем, из прикольного персонажа сделали какую-то странную истеричку. А это, между прочим, на секундочку, полковник, если мне память не изменяет. А истерит-то как базарная бабка. Элеонора тут еще более навязчивая, чем в оригинале. Хотя это вроде как и попытались объяснить. Но в целом, тем, кому она не нравилась раньше, не понравится и тут. Ну и гусь. Твою мать, гусь. Я смеялся, врать не буду. Но знаете, всему есть предел. Количество отсылок такое, что мне жалко уже Ванделея. Сколько же у него будет работы даже просто по одному гусю, не говоря уже про другие отсылки, которых тоже очень много. Например, одна из локаций мне прям Метро Исход напомнил, еще даже в трейлере, кстати. Короче, удачи Ванделею с поиском пасхалок. А касательно самого гуся, смешно, не скрою. Ну и затронем все остальное прям сразу. Мне понравились новые враги. Новое оружие и новая локация. Бусы, конечно же, надоедают, но видимо это и было целью. Манекены же радуют как дизайном, так и стилем драк. Но все же вовчики ванлайв, как говорится. Локации красочные, но уже не балуют таким масштабом, как в оригинальной игре. Условные открытые мира или попросту обширные локации ушли, и на замену им пришла коридорность. И казалось бы, это сплошные минусы, но нет. Как по мне, от коридорных локаций больше плюсов. Во-первых, я рад, что больше нет пчел, которые бесконсачивают все, что только можно. Во-вторых, эти коридоры сделаны качественно. Лично я был доволен. Вообще, это DLC меня безумно порадовало. Да, возможно, я ожидал чуточку большего, но и 2 часа прохождения тоже неплохой результат. При этом, это 2 часа концентрированного, можно сказать, удовольствия. Без особых затыков, повторяющихся загадок, поездок по большим локациям и так далее. Здесь, например, буквально, по-моему, 2 загадки. Финальная, конечно же, меня взбесила. Я решил ее вроде быстро, но все равно взбесила, не знаю почему. И вот, смотря на это DLC, видно, что авторы развиваются. Видно, что критику они слушают. Что они не словили звезду, хотя могли. Игра очень успешная, особенно по меркам внутреннего рынка России. Боевка благодаря новому оружию преобразилась. Эх, это бы оружие да в оригинальную игру. Новая способность перчатки, ну, такое себе. Я даже про нее забывал, в принципе. Ну и главная вишенка на торте, это Аленка. Вот это я понимаю продукт-плейсмент. Я, конечно же, не знаю, какие у них там были договоренности, но я думаю, нас ждет ограниченная партия шоколада Аленка в таком дизайне. Умение авторов зарабатывать деньги и вести переговоры удивляет. В этом плане они не снобы. Что для людей, которые пережили российскую игровую индустрию нулевых, удивительно, я помню всякое. Сникерс, Лада Рейсинг Лаб, хе-хе, ужас. Ну и, конечно же, радует музыка. Знаете, это вдохновляет. Ведь эти два часа мне запомнились лучше, чем некоторые игры целиком. Я сейчас про шутеры говорю. И это, как по мне, отличный результат. Понятно, что я такой себе авторитет в этом плане, я не делаю обзоры. Я только высказываю свое мнение. И вот, по моему скромному мнению, это великолепное DLC. Да, это не кровь и вино, и даже не каменные сердца. Но это и не финальная передача для Калисто Протокола. DLC недорогое, но подарит вам возможность снова окунуться в мир атомного сердца. При этом тут все на своих местах. Это DLC однозначно стоит своих денег. И нас еще ждет аж три DLC. И сейчас студия Manfish ищет разработчиков для мультиплеера. И вот это вопрос. Это для нового проекта или же для какого-то из DLC? Хотя уже более-менее ясно, про что будет второй DLC. Если раскопки блогера Морган Дасти верны. Ему удалось запустить скрипт. И после концовки игра попыталась подкачать данные из второго DLC. Но поскольку его нет, то был вылет. И там еще был интересный диалог с Алеонорой. Ссылку я оставлю на этот ролик в описании. Но вот самый сложный вопрос. Что нас ждет на ютубе, в статьях и прочих комментариях? Это видео называется так, потому что я знаю, что опять будут копать и обсирать проект, истребляя логику. Ведь при желании можно обосрать абсолютно все. DLC, как и оригинальная игра, весьма противоречива. А если мы еще к этому книгу подвяжем, то тут начнется. Крики про антисоветчину, которые вроде бы обоснованы. Но при этом в игре много чего и хорошего. Ну и конечно же будут крики про прославление СССР. Хотя и грязи тут много. К сожалению, этой игре и DLC для нее не избавится от политических сравнений, что ли. Тему они выбрали слишком специфическую. Они придали этой теме безумно крутую обертку. И только из-за нее уже можно просить многое. Но политические геймеры и блогеры, которые любят докапываться, будут это делать и дальше. А ведь Мантлиш просто студия разработчик видеоигр, которая нацелена только на зарабатывание денег. Как и любая другая студия разработчиков видеоигр. Они у себя на сайте пишут, что они кипрские разработчики. Ведь иначе им было бы сложно, или даже невозможно, выйти на западный рынок. У них в сценарии много говна на альтернативную версию СССР. Ведь без этого они бы тоже не могли бы выйти на западном рынке. Но будь ты только одна антисоветщина, им было бы сложно выйти на внутренний рынок России. Хотя некоторые проекты, которые насквозь пропитаны антисоветщиной, как-то умудряются выходить на внутренний рынок, при этом получая деньги от государства, но это совсем уже другая история. Но людям плевать на это всё. Они чуть ли не требуют от Манфи, чтобы те определились, мол, вы коммуняки или антикоммуняки, вы русские или же всё же киприоты. А они просто хотели сделать игру и заработать денег, чтобы сделать потом ещё одну игру. Нет же ничего в этом криминального. Капитализм, счастье. Ну, я думаю, вы и так знаете эту цитату. Что ж, новый сезон поиска говна как с одной, так и с другой стороны объявляется открытым. Игру будут клемить с обеих сторон. Надеюсь, что логика и адекватность одержат всё же верх над этой попыткой политизировать всё вокруг. Что ж, а на этом всё. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также залетайте в мой телеграм-канал. И спасибо за поддержку на Бусти. Отдельное спасибо спонсорам с никнеймами Лакимук, Эронстоун, Алёчо3x, Сибирский нефтяник, Хироман и Лэмонти. Если и вы хотите попасть в эти сомнительные титры, то ссылка на мой Бусти в описании. А на этом уж точно всё. И всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok